Девушки отдыхают 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 У компании при этом есть некоторые активы условные, материальные. Компания зарабатывает на этом какие-то деньги, она может вкладывать эти деньги в виртуалки, в какие-нибудь хитрые среды, в хитрые лицензии, еще во что-то. Если компания неожиданно очень много делает продуктов и денег не зарабатывает, стоит задуматься. Чего ей надо? В какой-то момент, кроме того, что она занимается самим продуктом, ей становятся нужны еще какие-то дополнительные условные артефакты. Это может быть какие-то маркетинговые материалы, это может быть какие-то R&D материалы, это может быть какие-то вот… А вот там появилась технология и кажется, технология может нам сильно помочь или может нас сильно убить. Неплохо бы, чтобы кто-нибудь с этим разобрался. А вот там, я не знаю, мы 10 раз делали похожие продукты, кажется, что нам нужно как-то вот саккумулировать опыт, чтобы мы могли лучше рассказывать заказчикам о том, что делаем эти продукты мы лучше всех. Неплохо бы, чтобы это кто-то написал. Кроме этого, им нужна еще экспертиза. Ну, это пересекающиеся вещи, да, то есть изучить что-то новое, поэтому чему-то новому написать какие-то документы, чтобы их можно было или внутри показывать своим ребятам, своих ребят хорошо учить, или наружу показывать заказчикам, или просто знать, что мы классные. Еще хочется более эффективно использовать время, потому что в определенный момент, то есть вот попасть в то, чтобы 100% твоих сотрудников были на 100% загружены, не получится. Или ты будешь перегружать своих сотрудников, и это, в общем, плохая идея, и это плохая компания, которая делает это на постоянной основе. Если вы понимаете, что вы каждый день в течение последних полулет как бы работаете по 10 часов вместо 8, здесь что-то не так, неплохо бы подумать о том, чтобы менять компанию. Или она будет их не догружать, да, ну вот точно не попадешь, да, то есть периодически люди будут простаивать. Они очень классно сделали кусок своей работы, теперь они там в течение недели будут работать там по 4-6 часов в день, потому что у них все хорошо, как бы, да. Как была байка по поводу того, что то ли Форд, то ли еще кто-то платил своим инженерам по качеству на заводе за простое. Каждый раз, пока они сидят в комнате, курят и ничего не делают, им деньги капают. Если их вызвали, чтобы они чинили станки, им деньги перестают капать. Быстро, хорошо починил станки, ничего не делаешь, зарабатываешь больше. Хреново починил станки, медленно починил станки, бегаешь, чинишь, денег не зарабатываешь при этом. Да, поэтому, в общем, то есть какой-то вот элемент простой, а здесь тоже будет. Что происходит с другой стороны, да, у нас есть инженеры наши, да, у инженеров есть что? У них есть свободное время, у них есть свободное время, кроме этих 8 часов, потому что они же гики, как бы, да, и они любят тратить свое свободное время на то, чтобы разбираться в IT. У них есть мотивация, как бы, на то, чтобы в этом во всем разбираться, потому что, еще раз напомню, по-умному это называется не гики, а люди с профессиональной мотивацией. То есть те, кому интересно развиваться в своей профессиональной области, да, и в IT-шечке как раз это либо доминантная мотивация, либо одна из, там, доминантных мотиваций, как бы, да, вот, становиться лучше, изучать технологии. И, соответственно, свободное время, как вот, кроме, как бы, 8-часового рабочего дня, так и если у нас, мы говорили о том, что у нас появляется дополнительное, хочется что-то еще поделать. Чего они хотят? Хотят пробовать новое, да, хотят изучать новые технологии, хотят, как бы, учиться над собой, хотят становиться круче, причем становиться круче в разных местах. Как просто уметь делать больше вещей, так и чтобы компания их запомнила и сказала, отлично, ты клевый парень, как бы, супер, давай дальше. Ну, вот, кажется, да, что вот эти, вот, как бы, потребности, да, они матчатся друг на друга, и матчатся друг на друга довольно-таки неплохо. Нужно придумать, как их замачить. У нас было несколько вариантов, как это сделать. Первое решение, как бы, самое там простое, да, здесь вот, условно, со стороны компании у нас там маркетинг, да, какой-то выступает, пускай это будет так, да, со стороны, там, того, что потом будет сообществом, как бы, у нас приходит инженер. Да, какой-то инженер, которого знает чувак, там, из сейлзов, из маркетингов, из людей, которые занимаются, там, я не знаю, как это называется, стратегией, как бы, развития компании. Он приходит и говорит, слушай, я тут прочитал в гик-ревью о том, что вот мы сейчас делаем тесты вот на этой штуке, а их как будто можно сделать вот еще на этой штуке. Что ты про это думаешь, как бы? Инженер такой, говорит, я про это думаю, что да, давай попробуем обязательно, давай нам, как бы, кучу людей, кучу денег, сейчас мы все сделаем, на этой штуке переделаем отличный план. Супер, да, как бы, вот. И инженер приходит к маркетингу, да, приходит и говорит, я тут прочитал, что, как бы, мы сейчас все это время делаем вот так-то, да, можно попробовать сделать это вот так-то. Хорошая идея, как бы, маркетинг говорит, а что мне с этого будет? Обычно, ну, в этот момент инженер, как бы, отходит, да, потому что, ну, инженеры не всегда, во-первых, вообще, как бы, инженер, который пришел к маркетингу, это уже, как бы, да, какой-то немножко анекдот, да, там, в баре встретились, да вы что, как бы, да. Вот, а во-вторых, как бы, да, то есть, а потом ему объяснять, что у него, там, return on investment, там, вырастет, чего, как бы, вряд ли, сильно вряд ли, да. То есть, соответственно, решение неплохое, да, но давайте попробуем, как бы, я планировал, что мы здесь будем все вместе, как бы, брейнштормить, давайте попробуем придумать, какие плюсы есть у этого решения. Если, вот, у нас идет связь напрямую, как бы, берет, как бы, кто-то из маркетинга, кто-то из, там, откуда-то еще, там, у кого есть задача, и он приходит к инженеру, которому могло бы быть интересно работать над этой задачей, как бы, что в этом хорошего? Отличная коммуникация, да, это правда. Как она, в принципе, улучшается между отделами, так и, а я вижу, кстати говоря, вы, а я вижу, так и между этими конкретными двумя людьми улучшается в процессе взаимодействия, инженер может лучше понимать, что вообще, в принципе, может быть, нужно этому маркетингу, и за что им деньги платят, как бы, если инженеры все делают, так и наоборот, как бы, маркетинг может понимать, чем вообще эти гики там занимаются в своих слоновых башнях. Еще. Ну, свежие идеи, это, в принципе, да, как бы история про то, что они обмениваются данными. Давайте подумаем, какие минусы могут быть. Не окупятся затраты. Сейчас, вот это немножко вообще, как бы, не про то, что, как бы, мы какую-то маркетинговую идею отдаем инженерам, да, это по поводу того, что мы это делаем как peer-to-peer, да, один человек к другому человеку проходит, да. Основной минус это то, что маркетинг приходит не к тому инженеру, да. Он говорит, чего, или он вот супер занят, говорит, отличная идея. Еще хуже, кстати говоря, если, как бы, это не тот инженер, который говорит ничего, как бы, да, зачем ты мне это толкаешь, а тот, как бы, который говорит, это отличная идея, и потом все запарывает, как бы, да, туда еще кучу... Да, 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 вот. Или у него нет времени, да, то же самое, когда инженер, как бы, придумал какую-то замечательную вещь, пришел к чуваку, как бы, из, там, маркетинга, из селзов, как бы, говорит, сейчас мы все вообще переделаем, все будет суперкруто. А то план продаж падает, как бы, да, и кредит на Porsche вырос, и он такой говорит, уйди отсюда, как бы, да, мне совсем другое нужно делать. Вот не на того человека попасть, да, здесь, как бы, основная проблема. Ее можно немножко решить получше, да. То же самое плюс сарафанное радио. Когда мы находим одного инженера, который хорошо знает остальных инженеров, приходим к нему с задачами, а он, как бы, говорит, ммм, под это хорошо подходит Вася, ммм, под это хорошо подходит Петя, ммм, под это никто не подходит, потому что это ты вообще какую-то фигню придумал, иди-ка лучше ты, там, я не знаю, вот, там, план продаж посмотри. Вот. Минусы, как бы, какие здесь? То, что если здесь инженерам понадобится помощь других инженеров, да, она не очень будет. И то, что у нас одна точка входа здесь. То есть, вот, у нас есть какие-то конкретные люди, которые друг друга знают. Если я знаю про Васю, про Петю, а про Федю ничего не знаю, Федя может быть отличный кандидат на какие-то работы, но пока. Или если мы с ним поссорились, например, тем более пока. Что мы придумали дальше делать? Мы придумали, что нам нужно построить какой-то хороший фреймворк вокруг этого всего, что задачи от маркетинга к нам прилетают довольно-таки часто. Идеи от инженеров тоже возникают довольно-таки часто. Очень много идей, когда инженер хочет сделать какую-нибудь сложную штуку, да, попробовать какую-нибудь сложную штуку. Он знает про пункт А, про пункт С, а про пункт Б не знает, как бы, да. И про это ему нужно спрашивать не маркетинга, а других инженеров. Мы решили, что у нас есть комьюнити, что мы берем всех инженеров там, ну, в данном случае QA, как бы, да, говорим, пацаны, есть такая тема. Если хочется как-то активно что-то еще делать, если хочется как-то развиваться, то давайте, вступайте, подписывайтесь на рассылочку, вступайте в скайп-чатик. Вообще будет зашибись, как бы, да, будет возможность и проявить себя. Если появляются какие-то идеи, как бы, компания будет готова с ними помочь. В общем, будет движуха, да. Туда набрали, как бы, как технических экспертов, да, которые захотели в этом участвовать. И набрали представителей компаний, которые могли говорить go-no-go, распределять бюджеты, как-то помогать этому всему, да, вот именно с организационной точки зрения. Вот. Придумали вокруг этого некоторый фреймворк в виде e-mail рассылки, в виде скайп-чата, в виде уже упомянутого здесь предыдущим докладчиком Trello и еженедельных созвонов, которые помогают, ну, вот, как там мы говорим, там, когда там про всякие, такой очень медленный скрам, очень медленные стендапы, да, которые не каждый день, а каждую неделю, которые некоторые хардбит задают для этого всего. Как будто бы все завертелось, как будто бы у нас стали очень много разных задач приходить, мы стали как-то что-то с ними делать. Первый кейс, мы решили, что нам нужно придумать, вернее, не мы решили, да, как бы это как раз вот пришло там от организации, от говермента, да, какого-то. Неплохо было бы замутить селф-чек внутри, как бы, компании. Компания стала большая, тестировщиков немного, много новых ребят из разных городов, не очень понятно, как бы не все понимают, на каком они уровне находятся. Классно было бы какую-то такую штуку замутить, чтобы все посмотрели на то, где у кого какие пробелы, где что получается, где чего не получается. Нашли людей, которые готовы были поддержать со стороны компании ресурсами. Нашли людей, которые готовы были искать там вопросы для селф-чека, которые готовы были их профридить, нашли других, проверять, что с ними все в порядке. Нашли других людей, которые были бы готовы там еще раз перепроверять эти вопросы, которые могли бы выступать экспертами, которые говорили, что это правильный ответ, а это неправильный ответ. Эксперты немножко подрались друг с другом, но это не важно. То есть нормально, как будто бы все должно было взлететь. Не взлетело. То есть не то, чтобы совсем не взлетело, как бы, на самом деле сейчас уже чуть-чуть-чуть и взлетит, как бы, но пока что не взлетело. Ай, я не зря, вот как бы, какие есть, все видели, да, следующий слайд уже? Ладно, да, абстрагируемся от него. Почему может не взлететь? Почему такая штука может, как бы, вот, типа, вот у нас есть комьюнити, у нас есть люди, которые хотят работать, у нас есть объем работ, который мы можем этим людям отгрузить, они согласны его взять. Почему это может не сработать? Компетенции может не хватить, правильно. Мотивации может не хватить, правильно. Ресурсов каких? Время. Правильно. Боясь прохождения вообще такого теста, это как людей туда загнать. У нас есть специальные, короче говоря, отдельные люди, которые загоняют других людей на тесты, как бы, поэтому там, тут все в порядке, как бы, да, нам организовать его нужно. Опять-таки... Синьер-загонщик? Да, 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 там, стронг-синьер-загонщик. Вот. Опять-таки, как бы, если ты организуешь этот тест, то ты точно же его правильно пройдешь, правильно, как бы, поэтому тут как раз вот с мотивацией мы, как будто бы в плюс работаем. Действительно, самая-самая-самая серьезная проблема оказалась со временем, потому что это все факультативная история, да, и человек приходит и говорит, I'm ready, я готов. У меня сейчас времени дофига, сейчас мы все сделаем, давайте. Делает 20, 30, 40, 80% задачи, а потом говорит, ой, пацаны, вообще все очень плохо. И все очень плохо может длиться, там, не знаю, там, месяц, два, три, полгода, как бы, и полгода все очень плохо. Если задача у вас сделана на 80%, а потом она висит полгода, и в течение полугода, как бы, в нее чуть-чуть, как бы, добавляется только, то это как происходит? На 80%, она так на 70, на 60, на 50, добавили в нее, она снова на 80, на 70, на 60, на 50, потому что забывается, потому что нужно понять, вообще, на чем мы остановились, что мы хотели делать и так далее. Это все, как бы, вот, когда оно растягивается во времени, оно в итоге может уйти в бесконечность, да, если мы не можем это забустить как-то. Вторая штука – это плохая связь с заказчиком, да, когда вот этот чувак, который эту задачу дал, он такой прибежал, сказал, делаем вот это, пацаны, и убежал. Что-то сделали. Из-за первого, что-то сделали не прямо сейчас, а через полгода. Пришли к нему, говорит, сделали. Он говорит, а вы кто вообще такие? Что здесь происходит? Зачем мы это все делаем, как бы, да? То есть, вот, это тоже, вообще, то есть, сильно достаточно влияет. Мы, правда, первый раз делали вообще совершенно не то, что нужно было от нас. У нас вместо селф-чека было какое-то, грубо говоря, тестирование для набора людей в компанию, как бы, что совершенно другая штука, совершенно другим целям отвечает. Что мы придумали? У нас есть время на второй кейс? Что у нас там со временем? Да, есть. Тоже немножко вот так вот сделают. Как мы решили решать эти проблемы? Первое. Мы решили, что мы для каждой задачи создаем, мы ее рассматриваем как проект. Вот по-честному, как отдельный проект. Это затратит... Мы на это тратим больше ресурсов. На это уходит, правда, больше ресурсов, да? Чем просто взять, сесть и сделать, как бы, да? Взять, сесть и написать какие-то вот там майлстоуны, придумать план, придумать там, завести под этот проект, придумать отдельные созвоны, еженедельные, конкретно под эту задачу, собрать проектную группу, распределить между ними роли, как бы, да? Придумать промежуточные этапы. Это какой-то, господи, что за бюрократия? Мы же только что собирались от этого уйти, чтобы у нас было комьюнити, чтобы мы как хиппи бегали в цветочках, как бы. Нет, не получается. Нужно делать. И тогда это начинает работать. Минимум, чего, как бы, вот такая штука дает, да? Когда мы вокруг этого строим проектный фреймворк. Потому что мы не можем силой заставить людей доделать, как бы, ту задачу, которую они взяли сделать добровольно. То, что на любом этапе мы получаем некоторый законченный результат, про который мы понимаем, что с ним происходит. И мы эту задачу, если что, можем перекинуть следующему человеку, который освободился и который готов за эту задачу браться. Вторая штука, которая хорошо помогла, это играющий тренер. Найти чувака, у которого сейчас действительно много свободного времени. И сказать, парень, ты ответственный за вот этот пучок задач. Именно ты их бустишь. Именно ты пинаешь исполнителей, если они не пинаются. И говорят, что у них нет времени, забираешь эти задачи себе и добиваешь их. Именно ты, кроме исполнителей, еще пинаешь заказчиков, потому что заказчики тоже имеют свойство убегать. И поэтому непонятно, что ты делал или не то, если ты не можешь его вытащить обратно. Вот эти две штуки, они очень хорошо сработали. И у нас есть еще вторая, вот я, он в другую сторону делает. У нас был второй кейс. Мы придумали о том, что мы хотим отдельно описать, каким образом мы хотим организовать QA-процесс внутри agile процесса, внутри какого-то условного скрама. Потому что там есть некоторые противоречия. Как бы у тебя есть скрам-команда, например, она не подразумевает то, что у тебя будет QA-команда, она не подразумевает то, что у тебя будут таски, для которых нет value для конечного пользователя, да? А QA вообще не про это. А? С QA-процесс. Вот. И мы придумали о том, как нужно написать о том, как мы все это можем делать. Мы установили, прям вот там типа два раза в неделю мы созванивались. На это уходило реально по пять минут, как бы, да? Проверяли текущий результат, просматривали, решали, когда мы сможем продолжить этой задачей заниматься. У нас и, в общем, это работает. Выводы. Комьюнити – это круто. Классно организовывать внутри комьюнити, чтобы всякие инженеры общались там друг с другом на свои инженерные темы. Чтобы они могли прийти, как бы, к людям, принимающим решения в компании, будь то, там, какое-то правление компании, маркетинг или еще кто-то, как бы, да, предложить им свои идеи. И чтобы те люди могли прийти к инженерам и сказать, ребята, как бы, очень хочется от вас там чего-нибудь такого. Для того, чтобы комьюнити было не просто весело, как бы все там бегают, прыгают и играют, а чтобы оно смогло именно создавать что-то, чтобы оно могло решать задачи, нужно оформлять эти задачи как проекты, как вот полноценные, да. Нужно быть готовым к тому, что придется дополнительные, как бы, какие-то расходы вести на организацию и кооперацию. Все было очень плохо, когда у тех людей, которые болели, ну, которые болели за задачи, занимались задачами, занимались даже не исполнением организации, не было никакого свободного времени, сразу все, как бы, глохло прямо на месте. Как только они вкладывали в это время, даже чуть-чуть, даже понемногу, сразу, как бы, все начинало дышать и бегать. Коллеги, если есть какие-нибудь вопросы, было бы здорово, чтобы вы мне их задали, а я попробую вам на них ответить. Что делать с людьми? Такой вопрос. Организовывать людей в комьюнити, давать... Организовывать их рабочий процесс, а микрофон назад. Да, давай микрофон лучше. То есть, получается, организовать их рабочий процесс, чтобы они были более общительны между собой, как бы обучались лучше и что несло бы более продуктивно для компании и для самообразования. Ну да, ты анонсируешь то, что все пацаны, которым интересно, кроме того, что вы просто работаете в компании, делать еще чего-то по своей специальности, welcome в комьюнити, условное, да? Ты создаешь там рассылки, созвоны, еще что-то, что вот про это комьюнити, куда входят все эти люди. Дальше наверняка как бы, да, будут интересные темы, которые будут интересно разрабатывать как этим людям, так и будут какие-то темы, которые было бы хорошо, хотели бы, хотели бы получить компания от этих людей. И дальше пускай они над этим работают, общаются между собой, там что-то делают, за это как бы им можно давать плюшки. Да. Вот так вот. Скажите, спасибо за доклад, во-первых. Скажите, какой профит? Для кого? От QA комьюнити. Ну, для компаний, для людей, для вообще. Ага, ну, во-первых, самое главное, как бы, что всем весело. То есть, ну, реально, как бы, да, то есть, смотрите, ну, я не знаю, мотивированный тестировщик там находит в 10 раз больше багов, чем немотивированный, да, а мотивированный программист делает в 10 раз больше багов, чем немотивированный, да, поэтому, когда у тебя все мотивированы, как бы, да, у тебя все гораздо лучше, реально, да, то есть... Ну, он делает в 10 раз больше кода, да, соответственно, там... Ну, как бы, в IT-шке, как бы, да, главный ресурс – это люди. И в нашей профессии, как бы, вот, мотивация, желание работать, да, она, вот, ну, вообще очень сильно может сказываться на производительности. Это самое крутое. То есть люди даже, как бы, если в комьюнити ничего не сделают, как бы, они над своими проектами будут лучше работать, потому что они будут понимать, что у них есть свободное время, в котором они могут, там, типа, классно делать какие-то дополнительные штуки. Это с одной стороны. С другой стороны, все эти дополнительные штуки, они, как бы, полезны. Они очень часто компании оказываются нужны. Идет ли инициатива от ребят из комьюнити, идет ли инициатива от, как бы, условного управления компанией, да, оно всегда выражается в каких-то артефактах. Ну, в нашем случае, да, например, это что такое? Мы можем подготовить демо-среду, на которой мы можем показать, как мы можем хитро разворачивать автоматизацию какую-нибудь сложную. Когда к нам приходит, придет заказчик и скажет, ну, а что, как у вас там с автоматизацией, мы вместо того, чтобы сказать ему, дай нам две недели, мы тебе покажем, мы ему показываем ее сразу, потому что мы ее до этого подготовили внутри комьюнити, а людям было интересно ее подготавливать. Мы там какие-то маркетинговые материалы, там, люди берут и пишут там статьи, которые там потом оказываются в каких-нибудь журналах, там, например. Тоже довольно-таки прикольно. Вот. Профит именно людям в том, что компания их замечает, дает им за это какие-то там бонусы, там, я не знаю, иногда просто, как бы, говорит, что они суперклассные, иногда платят им за это дополнительных денег. Вот. Очень часто оказывается, что сказать, что ты суперклассный, как бы, да, повесить себе лычку, а еще, я, кстати говоря, три статьи написал, как бы, оказывается, сильно дороже для человека, чем там эти грязные зеленые бумажки. То есть там с каждым по-своему договариваются. Как вы считаете, у вас, вы, правда, окупились? Да, разумеется, конечно, конечно, да. Ничего не сделали, но все окупилось. Нет, на самом деле, не правда, и сделали как бы, даже, не так, даже если бы ничего не сделали, все равно бы окупилось. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, у вас QA-комьюнити, это именно QA, или в него входит еще девопсы, например, project manager и так далее? QA-комьюнити – это в основном QA, но у нас есть отдельно еще всякие разные другие комьюнити. Я знаю, что у нас очень жгучие Java-комьюнити, что там пацаны прямо просто как-то вот там очень много всего делают, очень активно, и вообще прям такие... Это непосредственно именно в вашей организации, да? Да, да, внутри нашей организации. И второй вопрос, распределяете ли вы роли внутри QA-комьюнити и в других комьюнити, там, скрам-мастера, проект-оптектовнеры? Нет, 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 нет. Там как бы коммунизм, там все равны. То есть есть там люди, у которых побольше времени, которые занимаются координацией комьюнити. Вот в данный момент там я занимаюсь координацией комьюнити, например. Вот. И дальше роли распределяются, ну, грубо говоря, проектно. Да? То есть приходит задача, я спрашиваю там, ребята, кому интересно было бы этим заняться? Или прихожу и говорю, мне кажется, что тебе было бы интересно этим заняться? Вот. Мы набираем какую-то проектную группу, и внутри этой проектной группы там уже дальше как пойдет. А вот расскажите, сколько человек должно быть в компании, чтобы это работало? То есть я, например, работала в компании, где было 50 человек, и вот подобная схема, она отлично работала. А в компании, где тысячи человек? Вот. Насколько реально применять эти технологии? Мы начали применять эту технологию, когда у нас вот типа там больше тысячи человек стало. Да, да, да. То есть мне кажется, что даже наоборот, когда у вас в компании 50 человек, как раз могут работать подходы, когда все просто один на один разговаривают, потому что все друг друга знают, в одном месте сидят, как бы 50 человек. Если 50 человек, да, то скорее всего там, я не знаю, там будет там 10, например, человек, которые занимаются QA, как бы, и ты абсолютно точно знаешь, кому, чем можно было бы интересно заняться, да, вы все равно и так каждую пятницу вместе ходите там, не знаю, в бары там и так далее. То есть тут как раз таки организовывать именно комьюнити может быть еще рановато. А я понял правильно, что у вас это организовано было сверху? Инициатива была сверху? Или я неправильно понял? Как это вообще было? Ну, вот этот процесс возникновения мне интересен. Можете немножко подробнее как-то вот возникло, идея, откуда пошла и как развивалась в самом начале? Вот мне кажется, что, ну да, можно сказать, что сверху, да, что у нас была какой-то разросшаяся агентурная сеть, скажем, да, когда все знали, как бы... Были свои люди в правлении, были свои люди в правлении, да? Ну, даже не про правление, да, а именно внутри. Когда я знаю вот этих пятерых пацанов, я знаю, что вот этот очень крутой в этом, этот очень крутой в этом, этот очень крутой в этом. Каждый из них знает еще как бы по пять пацанов. И вот такая небольшая МММ, и если там ко мне или кому-то приходит там какая-то вот такая интересная задача, или если она у кого-то там из нас появляется, он там вот через вторые-третьи руки собирает как бы группу, эта группа идет к начальству и говорит, есть план, есть идея. Потом, мне кажется, что начальству надоело, что это происходит все вот как-то так. И она говорит, а может вы уже там рассылку себе устроите, и уже как-то, ну... Можно вопрос? Она работает? Нет? Ну вот, я вообще не очень понимаю разницу, когда просто иерархическая структура у нас. Вот есть команда тестировщиков, например, у них есть руководитель отдела тестирования. И вот он знает о качестве, ну, о способностях каждого из своих подчиненных. Вот у них какая-то родилась идея. Они говорили об этом с руководителем. Руководитель потом пошел на какой-то другой уровень и толкает эту идею. Зачем вот эта комьюнити? Ну, во-первых, как бы у нас плоская структура, у нас не иерархическая структура, у нас нету начальников СИАК-УА, как бы, да, поэтому... То есть это не работает, когда иерархическая структура? Да, я думаю, что работает. Почему? Ну, То есть тут не очень понятно, как бы, да, насколько это может быть интересно именно этому начальнику, как бы, QA, да. В конце концов, он занимается начальничеством в проектной структуре, да. Когда мы говорим про комьюнити, это как бы какая-то внепроектная структура, да. Там могут быть совершенно другие люди, которым было бы интересно что-то делать. Во-вторых, не очень понятно, насколько... Смотря сколько народа, да. То есть если это начальник QA, у которого там 5 человек, то есть вот как мы говорили, да, там если это организация из 50 человек, у тебя начальник как бы, да, у тебя там два там подначальника, как бы у каждого из них там по 5 человек в отделе, ты, правда, всех знаешь, как бы, может быть, как-то вам типа дополнительно организовываться в какую-то там параллельную структуру не имеет смысла. Если ты начальник, как бы, QA, у которого там 100 человек, пойди разбери, как бы, кому из них чего хочется делать, как бы, да, вот реально у тебя, как бы, как у начальника 100 человек, как бы, кроме этого, очень много разных будет дел, как бы, и очень много, почему будет голова болеть. Поэтому есть... Если начальник не знает, что хотят его сотрудники, то это вообще как бы плохой начальник. Нет, ну, опять-таки, да, это про разные уровни хотят, как бы, да, то есть я могу... Personal talk. М? Надо людей спрашивать. Важно, в первую неделю. Важно, в первую неделю. Важно, в первую неделю. Зависит от того, сколько народа, да. Зависит от того, опять-таки, я могу сказать, что у нас ретро между идеями, которые приходили из комьюнити, и идеями, которые приходили, как бы, от, там, маркетинга, от сейлзов, еще откуда-то, примерно 50 на 50. Начальник может знать, что хотят, как бы, с той стороны люди, как бы, изнутри, но при этом то, что там придет кто-нибудь из продавцов и скажет, что, слушай, нам неплохо бы вот какую-то вот, вот такую штуку, помнишь, мы делали, когда мы там очень по-хитрому что-то тестировали, нам неплохо бы организовать это в какой-то отдельный кейс. Ну, может быть, оно и будет так работать. Но если вы как-то явно проговариваете о том, что теперь у вас есть структура, которая, кроме того, чтобы работать над проектом, готова работать в свободное время над вот такими штуками, над такими идеями, это может помочь. Пускай даже в этой структуре тот же самый начальник будет начальником этой структуры. Это вопрос, ну, распределения, да, обязанностей. Я так понимаю, речь идет только о свободном времени, да, то есть не рабочие часы. Есть два типа, как бы, первое, это свободное время, а второе, это когда у человека оказывается, ну, то есть, я не знаю, насколько это работает в продуктовых компаниях, в отсорсинговых компаниях в определенные моменты человек может оказаться без работы на какой-то период или может оказаться не до конца загружен в определенный период, да, то есть у него образуются свободные часы, там, у него может образоваться там свободная неделя, у него может образоваться там по там три свободных часа в день. Что с этим делают обычно, да, то есть вот есть, у нас есть очень много внутренних курсов, например, и человек идет учиться как бы на внутренние курсы, ну, вот кроме этого можно поучаствовать в жизни комьюнити. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Такой вопрос. как поддерживать энтузиазм и тех, и других. Вот я правильно понимаю, что ключевую роль тут играет человек, который будет пинать инженеров и будет пинать маркетинг, то есть, чтобы эти были мотивированы, а те давали плюшки. Да? Вообще, как бы, ну, то есть, с плюшками проблем нет почти всегда, да, почти всегда, то есть, оказывается, что это вообще минимальная проблема, да, то есть, типа, там, человек собирается этим заниматься не в рабочее, а в свободное время, как бы, оплатить ему сверхурочные, не проблема получается, да, или, я не знаю, человек хочет попробовать какую-то штуку, на которую платная лицензия, оплатить платную лицензию не проблема, как бы, да, то есть, это все там, типа, работает вообще абсолютно, как бы, без особых проблем. Маркетингу нужно рассказывать о том, что мы, как мы можем ему помочь. У них бывает, они приходят с горящими задачами, это, как бы, одна штука, и тогда их не нужно пинать вообще никак, они сами все, какого угодно запинают, если у них есть заказчик, которому нужно, там, завтра, а лучше бы вчера рассказать о том, как мы классно что-то умеем делать, как бы, да, не отстанет вообще просто, будет висеть, как бы, плохой, вот. А если у них, как бы, нет таких задач, как бы, да, то прийти им, порекламировать, поговорить с ними, да, вот, такая работа тоже существует, и она важна. Инженеров, инженеров профессиональная мотивация, инженеров обычно дополнительно мотивировать не надо. единственное, что нужно вот именно хендлить ситуации, когда у инженеров очень много времени вдруг стало уходить обратно, как бы, на работу, свободное время, когда они свободное время на это тратить не готовы, ни в коем случае нельзя, как бы, здесь нажимать, чтобы они доделывали эти задачи. Нужно думать о том, как эти задачи можно вот именно, ну, там, либо ставить на паузу, либо переносить на других людей. Нужно, ну, по-буддийски относиться к тому, что задачи будут ставиться на паузу периодически, иногда на довольно-таки длинные. А если маркетинг довольно такой, старые закалки, и они вроде часто бывают недовольны, но они не знают, как бы это улучшить. И мы предлагаем все улучшения, но они им, ну, не знают. Лучше уж как по старинке, как было, но зато сделается однажды. Ну, надо учиться тогда с ними говорить на их языке. То есть, получается, вот главная роль, это вот именно психолог хороший, который и тем, и этим, ну, в общем, все сходится на одном человеке. Обычно на удивление, не обязательно на одном человеке, это может быть несколько людей, как бы, да, обычно на удивление, но оказывается, что инженеры как раз-таки, да, они просто, ну, там, им редко это может быть интересно, да, как бы, вот просто так, вот с нифига, как бы, да, но если они начинают погружаться, они хорошо понимают, как работает бизнес, и как говорить на языке бизнеса, очень быстро учатся, и это оказывается для них довольно-таки интересно, и прийти к маркетингу и сказать, что вот, пацан, смотри, как бы, да, мы сейчас делаем так-то, мы тратим вот столько-то на это ресурсов, если мы будем делать так-то, мы будем тратить вот столько-то на это ресурсов, да, и мы отобьемся через, там, три месяца, как бы, без проблем, это может оказаться интересно инженерам, и они могут об этом рассказать, как бы там, типа, продать это маркетингу лучше, чем маркетинг это продает кому-то еще. Вторая штука, да, это о том, что смотри, как бы, да, у нас есть заказчики, и уже три раза ты ко мне приходил с тем, чтобы я пошел с тобой к заказчику и рассказал ему, как мы делаем вот такую-то какую-то штуку. Давай мы возьмем и оформим это, наконец-таки, в большой красивый документ, который ты сможешь заказчикам подсовывать сразу, как бы, да, и тогда ты будешь понимать, как бы, да, что там, типа, он, этот заказчик захочет с нами иметь дело, как бы, не через там три дня, а когда мы смогли с тобой с ним созвониться, когда ты митинг-минутки ему послал, когда по этим минуткам он еще там вопросы задал, да, а сразу, как бы, да, потому что сразу ему этот документ кинул. Ну, обычно это работает.